На самом деле неплохо он сориентировался, как себе сделать карьеру. Он на этих мероприятиях, он влившись в эту тему, а молодые это люди, которые, ну они сначала там приносят бульон, чай, конфеты, мясо подтягивают, потом в этих зикрах они участвуют, там ведущую роль всегда играют старики. Но если бы, например, если это до небольшой республики сузить, то вот Салах Межиев это такой патриарх Кирилл, только в небольшой республике, если бы, например, патриарх Кирилл был бы патриархом в каком-нибудь Улан-Удэ, там, я не знаю, в Новгородской области. Есть такой муфтий Кадыровской Чечни, Салах Межиев. Вы наверняка его знаете, он еще известен как муфтий коров. И вот так вот выглядит этот человек. Вот посмотрите на эту фотографию и как бы, какими бы словами вы описали вот этого старичка, стоящего рядом с Рамзаном Кадыровым. Вот мне в голову приходит примерно такое описание. Человек преклонного возраста, не такой, не прям, не старый, ну, наверное, пожилой такой мужичок, ну, с каким-то своим таким приветом, в принципе, такой вполне презентабельный, презентабельный такой пожилой внешности. А вот, например, посмотрите на вот эту фотографию. Вот слева это Салах Межиев, а справа это Адам Шахидов. Как вы думаете, кто из этих людей старше, кто младше? Я вчера в своих, ну, работая там над одним проектом, посмотрел, узнал даты рождения этих людей. Вы представляете, Адам Шахидов на два года старше Салаха Межиева. Салах Межиев на один год младше Рамзана Кадырова. Салах Межиев, он вообще не старичок, он абсолютно не пожилой человек. Он 77-го года рождения. То есть, это человек, который профессионально играет старика. Он одел на себя эту роль, одел на себя эту шапку, какое-то шматье старческое, взял в руки этот посох, ну, свойственный старикам, обычно старики на что-то опираются, там, ну, так как состояние здоровья, ноги нормально не ходят, что-то для какой-то опоры, там, да, берут какой-то, какой-то костыль, какой-то посох. И вот он сделал это все, но он это сделал в каких-то своих профессиональных интересах. И настолько он вжился в эту роль, и настолько он хорошо ее, на самом деле, играет, как будто он окончил МХАТ какой-нибудь, там, актерский какой-то театр, что эти, вот эти вот его товарищи, наподобие, там, Шахидова, другие, кто на самом деле старше него, они обращаются к нему, ведут себя с ним, действительно, как к старикам. Они перед ним, там, ну, как-то присмыкаются, там, уступают ему место, там, понимаете, то есть они ведут себя с ним, как стариком, как со стариком. Я, я до сих пор тоже, как бы, ну, эта информация ходила, что он не такой старый, но я не думал, что настолько, понимаете, я вчера, увидев его дату рождения, он 77-го года рождения, поняв, насколько он на самом деле молодой, это стало забавно, я решил, ну, мне показалось это забавно, я решил с вами поделиться об этом. Это очень, очень интересный, на самом деле, очень интересный феномен. То есть человек может профессионально просто играть старика. Я вот думал, он, смотрите, он муфтий. Муфтий это в духовной, как бы, да, вот этой иерархии власти, это, как бы, высшее лицо в республике. Это как, ну, как патриарх Кирилл, допустим, да, или папа римский. Только если эти, если патриарх Кирилл, он там у всей московской этой патриархии, это, ну, понятно, что это совершенно другие масштабы. Но если бы, например, если это до небольшой республики сузить, то вот Салах Межиев, это такой патриарх Кирилл, только в небольшой республике, да. Если бы, например, патриарх Кирилл был бы патриархом в каком-нибудь Улан-Удэ, там, я не знаю, в Новгородской области. И вот это вот высшее лицо, вроде бы, духовное, ну, казалось бы, там, наверное, должно быть какое-то религиозное образование. Закончил там какие-то вузы высшие, исламские. И очень много лет своей жизни посвятил обучению. Откуда мы, значит, берем примерно, откуда у нас вот такой стандарт этого муфтия? Потому что мы знаем, какими бывают муфтии в исламских странах. Возьмите нам муфтия Саудовской Аравии, Абдул-Азиз и Али-Шейх. Он всю свою жизнь посвятил обучению. Возьмите там тех, кто были до него. Это просто десятки-десятки лет обучения, научные труды. Они оставили после себя, там, сотни, десятки-сотни книг величайших трудов. По их трудам потом преподают в университетах. То есть это, понимаете, это люди знания. И тебе, поэтому у тебя стандарты. Ты считаешь, что, ну, наверное, если муфтии, то это такой должен быть человек. А здесь, мало того, что он, в принципе, ни в каком, ни в одном вузе никогда не обучался. Он самоучка, который там у нас в республике. Как бывает, например, в каком-нибудь селе есть мула. Этот мула, он, может быть, когда-то где-то учился. А может быть, он учился у того, кто где-то когда-то учился. И у него есть какие-то там знания, допустим, арабского языка, не лучшие знания. То есть он не может там свободно разговаривать. Но он может труды, допустим, какие-то там читать, переводить, как-то объяснять. И вот он у таких людей в республике учился, ходил там. А они, эти люди у нас обычно, ну, на дому принимают там что-то, то, что сами знают, передают своим ученикам. Вот он где-то там, значит, что-то там нахватался. Но понятно ведь, что не из-за этого он стал муфтием, правильно? Что в нем, что могло привлечь Кадырова, чтобы именно этого человека сделать муфтием? В нем привлекло то, что он в этих мурицких кругах, мурицких, это те, кто вот делают зикры там и посещают всевозможные мероприятия, где кушают мясо. Он на этих мероприятиях, он, значит, будучи молодым, смотрите, важный момент, как он на самом деле неплохо, он сориентировался, как себе сделать карьеру. Он на этих мероприятиях, там ведь в основном как старики, уважаемые в этих кругах, это старики. Они как бы старожилы этого мюридизма. Он влившись в эту тему, а молодые это люди, которые, ну, они сначала там приносят бульон, чай, конфеты, мясо подтягивают. Потом, ну, в этих зикрах они участвуют, там ведущую роль всегда играют старики. Они, молодежь, это, ну, они просто, значит, там в этой теме участвуют, но они никогда там не являются старшими в этой теме. И что надо, ну, смотрите, зато у стариков, у них ведь нет такой, такого здоровья, такой физической возможности, чтобы там скакать, прыгать, бить, ломать эти полы деревянные. У них этой возможности нет, это делают молодые. И он, видимо, в какой-то момент он смекнул так. Я молодой, у меня есть физическая способность нормально скакать. Мне надо притвориться стариком, который хорошо бегает, прыгает, хорошая физическая подготовка. И вот он реально на себя надел этот образ старика, но при этом старик с хорошей физической подготовкой. Естественно, там сразу на него обратили внимание, и Кадыров именно так обратил на него, видимо, внимание. А дальше уже что нужно сделать? Нужно восхвалять Кадырова-старшего, нужно ни в чем не перечить Кадырову. Кадырову нужно любые, самые даже бредовые, антиисламские, кощунственные, богохульные вещи, которые говорит или делает Кадыров, нужно их моментально обелять с точки зрения ислама. То есть сказать, что это все соответствует исламу, все нормально. Если Кадыров съест свинину, тут же Межиев сразу же скажет, что в принципе свинина есть можно. И все, вот эти вот качества вывели его на высшую пищевую цепь в этой Кадыровской духовной иерархии власти. И поэтому именно Кадыров, именно Межиев находится над этим Адамом Шахидовым и над остальными всеми. Чисто из-за этого. Хотя те, например, в отличие от Салаха Межиева, Шахидов реально обучался. Он учился в Сирии, он закончил там вуз, он реально говорит свободно на арабском языке. Когда приезжают какие-то там арабы в республику, Шахидов является переводчиком. То есть Шахидов их сопровождает, он переводит то, что они говорят и для того же Салаха Межиева, и для Кадырова, и для остальных. То есть по своему уровню знаний он гораздо выше этого Межиева. Но Салах находится в пищевой цепи выше Шахидова. И Шахидов перед ним присмыкается, не просто как перед муфтием, а как перед стариком. Как будто бы это человек там преклонного возраста, за 60, между 60 и 70 лет такой бывает, старичок. А представьте, ему даже полтинника нет. Вот такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok